Приветствую! В космосе никто не услышит коротенько на гравитацию. А вы услышите? Таки да, я посмотрел этот фильм. И что я хочу для начала однозначно сказать, так это то, что его нужно в срочном порядке смотреть в кинотеатре, и ультраважно то, что нужно смотреть его в Аймаксе. Самый немаловажный фактор фильма, что это не научная фантастика. И режиссер Альфонсо Куарон многократное количество раз это повторяется у своих интервью. Ибо если действие происходит в космосе, то там сразу возникают пришельцы, спасение мира, галактики и т.д. и т.п. Гравитация совсем не о том. Это этакая герметичная драма-триллер в вакууме. В каком-то смысле притча, но при этом очень нагнедающая и безумно красивая. С лошадиной долей морали. Очень тяжело рассказывать о фильме, не заспойлерив его. Ибо все то, что показывали в трейлере в фильме, разворачивается примерно в первых 10 минутах. Дальше начинается совсем другая история. Собственно, поломка, крушение космической станции и история о спасении наших космонавтов. Для начала, как снят этот фильм? Снят он просто шикарно. Оператору Эммануэлю Любецки должны в срочном порядке дать Оскара. Ибо невообразимы перелеты и захваты камеры. Порой кажется, что сцены сняты одним дублем и идут порой 10-15 минут без монтажных склеек. Это безумно круто. Невероятные кульбиты камеры, от которых может чуть-чуть закружиться голова. И плюс действия от первого лица, да-да. В атмосферу ты погружаешься буквально с самого начала. Я будто побывал в этом чертовом космосе. Работа в плане визуала была проделана колоссально. И у меня не складывалось в голове, как они это все могли снимать. Чтобы все выглядело настолько реалистично и натурально. От напряженного и тяжелого дыхания героини Сандро Буллок реально становилось не по себе. А герой Клуни этакий вдохновитель. И в целом мораль фильма такова, что сдаваться не надо. Ибо если захотеть, человек может сделать все. Шикарный саундтрек Винсета Прайса тоже дополняет эту странную, ядовящую атмосферу. И в целом режиссура Куарона очень нагнетающая и мощная. Героине Балок хочется сочувствовать. Провисов почти нет. Смотрится фильм на одном дыхании. Я почти не заметил, как прилетели эти час сорок минут. Писал фильм Куарон и его сын Хонас, то есть семейный подряд. И видно, что они вдохновлялись фильмами Кэмерона. И в частности чужим. Но вплетено это в реалистичную, грустную и безумно красивую историю. Сюжет может и не пахнет шедевром. Никаких сценарных откровений здесь нет. Но тем не менее это запоминается. И безусловно на сей фильм нужно сходить в кино. Это этакий артбастер. Блокбастер с мозгами. Смотреть рекомендую и ставлю я гравитации 9-9,5 из 10. Я все-таки надеюсь, что фильм окупит свой 80-миллионный бюджет. Таки на этом все. Чешите на фильм и поразмышляйте над гравитацией. Вступайте в группу. И не давайте Клуни пить свою водку. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok